АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То, что пишут, то и ожидаем. Если держат свое слово, то нормально будет все. Ну, то есть вы, в принципе, выбор уже свой сделали. Да. А вы читали прям программы? В какой-то степени читал что-то по телевизору. У главных кандидатов все это на телевидении сказано. Думаю, надеемся. А есть какая-то сфера, которую вам бы хотелось, чтобы в первую очередь затронули? Например, там общественный транспорт, медицина, образование. Единственный транспорт, здесь поскольку, потому что есть маршруты, которые действительно пустые, как говорится, людям трудно. Но сейчас автобусы, вроде нормально все это пошло. Ну, в город как-то вложиться. Но социальная сфера там, это уже, мне как бы социально она не касается. Я еще не пенсионер, как бы с медициной нормально, как бы насколько я сталкивался. Ну, а остальное, то что там будет. В общем, как бы возрастная категория у людей-то разная, у всех свои требования. Ну, да, согласен. Ну, а так у меня больше не... Только, ну, вот город немножко в порядок. Сейчас прошелся по городу, действительно, сколько из статей, вот разрисовали весь город, этой графикой некрасивой, немножко порядок надо навести. А так все остальное нормально. Ходим, интересуемся, чего хотелось бы от новой власти? Вот то, что обещает, чтобы выполнили. Вот это хотелось бы. Обещание хорошее. Ждем выполнения. А вы знакомились с программами кандидатов? Конечно, конечно. А где вы снимаете? Для какой передачи? У нас сейчас проходит прямая трансляция. Вот проект называется «Чистые выборы». Можно в интернете посмотреть прямую трансляцию. И вот как раз люди посмотрят, что жители города. Знакомились, слушали, знаем кандидатов. Нравятся нам они. Но что бы было выполнено? А есть какая-то сфера, которая для вас прям очень важна? Вы знаете, вот подрастают внуки. Мы приехали из ЦКК. Вот у нас ЦКК сейчас пытаются сделать детские площадки, спортивные мероприятия, чтобы были спортивные площадки. Потому что футбол, волейбол поиграть даже негде ребятишкам. Очень много проживает детей в нашем районе. 30 тысяч народов. А нет, очень много детей. А нет, вот эта социальная сфера не развита. Поэтому хотелось бы там, чтобы больше обращали на это внимание. Что ожидаете от новой власти? Чего бы хотелось? Благоустройство территории нашей. Не знаем даже. Все хотелось. А вы в каком регионе, ну, районе проживаете, городе? В Ленинском. Как у вас, например, с детскими площадками там? А, вот у нас садика нет. Хотим садик. А как-то по планам он есть уже? У нас есть, да, но мест мало. Ну, получилось записать? Нет. То есть вот как раз хотелось бы новый садик? Да, да, хотелось. Голосовали сегодня? Нет. Будете? Да. Я нет. А ты почему не будешь голосовать? Мне надо в село ехать. А, это не охота, да? А тебе далеко ехать? Да, в Краснояр. В Красном Яру еще и голову выбирает. Не хочешь поучаствовать в этом? Не, не особо интересно. Ты сейчас больше в Астрахани живешь? Да. Ребят, поделитесь, что хотелось бы от новой власти? Где нужно сделать какие-то усилия? На что обратить внимание? Аким? Ты же любишь в администрации. В смысле, что я? Я не знаю. Обращать внимание на все надо. На спорт, на благосостояние города, дороги. Самая больная тема. Ну и вообще глава должен на все обращать внимание. Его служба обязывает. Ну, ты говоришь спорт. Ты чем-то занимаешься? Каким-то видом спорта или как? Ну, я занимался, да, баскетболом. Ну, вот, а что должны сделать? Площадки сделать или что? Площадки, больше секций, больше мероприятий, соревнований, соревновательный дух поднимать. Соревнований очень мало для школьников, для студентов, вообще для всех. У меня много знакомых, которые просто сами организовывают встречи, и им никто не помогает. Они сами арендуют зал, сами играют друг с другом, и приходится самим выкручиваться. Ну, это тоже хорошо. Общественное дело, это тоже желает. Ну, хорошо же, когда еще и власть помогает в этом. Когда есть движение с обеих сторон, а не игра в одни ворота. Пока мы ходили и спрашивали жителей города о том, чего им хочется от новой власти, мы стали наталкиваться на туристов. Сегодня воскресенье, многие гуляют по центру города, заходят в Кремль, и мы вот решили у них тоже узнать, как им в нашем городе заметны ли изменения с последних их приездов. Давайте посмотрим, что они отвечают. А откуда приехали? С Казахстана. С Казахстана? Обалдеть. Приехали почему? В гости приехали. В гости, у вас здесь родственники? Да, да. Ну, расскажите, как вам город? Супер. Да, мы с Кремлян, нам очень понравилось, спасибо вам. А часто вообще в городе бывают? Да нет, ну, последний раз три года назад были. Сильно изменился город? Ну да, чистенько, аккуратно так, люди гостеприимные, ну, в общем, нам здесь очень нравится. Супер. А откуда приехали? С Волгоградской области. С Волгоградской области. Как туристы? Или как, ну, к родственникам приехали? Ну, просто приехали на два дня. Как вам город? Замечательно. Нравится? Да, очень нравится, мы уже приезжаем второй раз. Супер. Спасибо вам большое. Вы принимали участие в выборах уже? В выборах? Ха, я от них сбежал. Как так? А вот так. Выборы когда были? Восьмого? Вот, сегодня. А, сегодня? Ха, вот видите, я сегодня здесь, а живут, и они здесь. А, вы не из Астрахани? Не. А откуда вы? С Урала. С Урала? А, обалдеть. Как вам город наш? Прекрасно, нравится. Спасибо вам большое. Давайте, хорошего дня. Скажите, вот что бы хотелось от новой власти? Чего хочется? Чтобы нормальные зарплаты были, чтобы доходы повышались. Ну, в общем, социальные вопросы, чтобы решились. Потому что нам вот с тремя детьми, например, получше бы, чтобы социальные выплаты. Как сейчас, вот, 1 сентября нам добавили выплаты. Мы очень этому рады. Скажите, а чего от новой власти ожидаете? Всего хорошего, чтобы зарплата была нормальная, чтобы вообще условия были хорошие. Всего вот этого желаю. Чтобы в Астрахани, ну, как, чтобы люди жили хорошо. А вы из какого района города? Я Кировский. Как там в Кировском районе вообще? Хорошо. Все хорошо? Да. Чего ожидаете вообще от новой власти? Чего хотелось бы? Ну, не знаю. Может быть, изменения в какой-то сфере? Может быть, вот есть у вас какой-то такой больной вопрос? Который хотелось бы, чтобы... Здравоохранение. Ну, что там такое? Ну, чтобы получать более качественное лечение в бюджетных поликлиниках. Часто приходится сталкиваться? Мне лично нет, но моим знакомым – да. Так, а вам? Дороги. Дороги починить, чтобы все... Особенно, где я живу, в Третьем Юго-Востоке, вот это моя болезнь. Там очень плохие дороги, проехать вообще невозможно. Во дворах где-то или? Во дворах, во дворах, да-да-да. Если бы сделают вообще, прям цены не было. Вам, если сделают дороги во дворе, все супер будет? Помимо этого будет криминал, конечно, нет. Я бы не вставляю, с ножиками ходят, да зато дороги хорошие. Не-не, ну, надеюсь, что будет все хорошо. Дороги, здравоохранение, образование. Так все нормально. Я понял. Спасибо большое, хорошего дня вам. Спасибо большое. С какого возраста можно голосовать? Скажите, а вот чего ожидаете от новой власти? Да так все будет, как всегда. То есть изменений не будет никаких? Таких изменений не будет. А почему тогда принимаете участие в выборах? Ну, это, наверное, обязанность каждого человека. За это и принимаю участие. Ну, какой-то надежды на то, что будут изменения, нет? Да нет, это просто как привычка становится человеку. Понятно. Ну, а есть какая-то сверху, где вам хотелось бы, чтобы были изменения? Везде надо. Везде надо. От образования, от медицины начинается везде. Везде, в общем, нужны изменения, да? Я понял. Спасибо большое. Хорошего дня. Ну, в выборах принимали участие? Да, собираюсь. Сегодня пойдете голосовать? Ну, конечно. Исполню свой гражданский долг. Вы тоже будете голосовать? Ну, а не как бы по поддержке. Скажите, чего хотелось бы от новой власти? От власти хотелось бы прозрачности, наверное. Чтобы что делалось, люди могли об этом знать. Что вот это сделалось, ну, там, я не знаю, что-то построилось. И столько это стоило. Чтобы люди понимали, что, да, мы работаем и платим налоги. И что у нас улучшается. Ну, наверное, больше этого хочется. То есть доступ к информации о том, что вообще происходит? Да, все верно. Чтобы могли простые люди, заинтересованные в том, что происходит, посмотреть, что делает власть, как она работает. Ну, и, соответственно, сделать выводы. Ну, или, может быть, как-то какие-то предложения, может быть, внести, чтобы улучшить город, структуру, ну, и так далее. Я понял. Ты хотел что-то сказать тоже, да? Как думаешь, что нужно поменять у нас в городе? Что нужно улучшить? Нужно улучшить город. Это верно. Давай пять. Чтобы он стал больше, и был просторнее, и был климат хороший. Ну, да, это в большей степени, конечно, от власти зависит. Чтобы еще были хорошие дороги. У тебя есть проблемы с дорогами? Возле нашей улицы очень плохие дороги были, а теперь уже хорошие. Сделали? А я бы хотел стать супергероем, как Человек-паук. Аплодисменты. С picking. Аплодисменты. Спасибо.